Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров из серии «Куда смотреть при покупке того или иного поддержанного автомобиля». И герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль, который неоднократно фигурировал в просьбах отснять его в комментариях под нашими видео – Mitsubishi Pajero Sport второго поколения. Mitsubishi Pajero Sport второго поколения выпускался с 2008 по 2015 годы. До 2013 года эти автомобили на российский рынок поставлялись собранными в Таиланде, а с 2013 года сборку данных автомобилей наладили в городе Калуга. В данном случае наша машина 2014 года выпуска – это уже рестайлинговый автомобиль с дизельным двигателем объемом 2,5 литра и автоматической трансмиссией. И по традиции в начале видео несколько слов о кузове и качестве покраски. У Pajero Sport второй генерации слой лакокрасочного покрытия такой же тонкий, как и у его собрата по конвейеру Mitsubishi Outlander XL. Толщина краски едва доходит до 120 микрон. Соответственно, если вы используете автомобиль для езды по трассе, либо выезжаете часто за город, кузов неизбежно будет покрываться сколами, царапками, и сколы эти очень в скором времени начинают рыжать. Соответственно, как минимум, львиная доля владельцев Pajero Sport сталкивались с необходимостью перекрашивать пятую дверь. Также при осмотре внимательно посмотрите на наличие сколов и рыжиков как по кромке капота, так и по переднему краю крыши. Соответственно, места, подверженные повышенному сколообразованию и перекрашенные козырьки крыши на Pajero Sport не такая уж и редкость. Кроме того, стоит отметить, что в данном случае на этих машинах, так же как и на Nissan Murano в 51-м кузове, обратите особое внимание на состояние внутренней кромки задних дверей, которая непосредственно прилегает к крылу. В этих местах также скапливается пыль, грязь, все это преет, и если автомобиль не очень часто видел мойку, то, соответственно, в этом месте вы практически гарантированно увидите ржавчину. Также вопросы коррозии не обошли стороной и раму, но толщина металла на раме здесь такова, что даже при наличии ржавчины ее вы, скорее всего, сможете передать по наследству внукам. Однако на раме в данном случае выбит основной идентификационный ВИН-номер автомобиля, поэтому при покупке, при осмотре машины обязательно проверьте, чтобы все цифры ВИН-кода нормально читались. Теперь поговорим о силовых установках Mitsubishi Pajero Sport второй генерации. Сюда под капот в разные годы могли устанавливаться три варианта двигателей. Один бензиновый, два дизельных. Бензиновый двигатель хорошо знаком нам по такому автомобилю, как Mitsubishi Outlander XL. Это 6B31, V-образная шестерка, соответственно, объемом 3 литра и мощностью 220 лошадиных сил. По 6B31 особых нареканий было немного. Внимание к себе на этом моторе требует разве что ременный привод ГРМ, замена ремня по регламенту раз в 90 тысяч километров. Также на части машин, как и у Outlander, были проблемы с заслонками на впускном коллекторе, соответственно, коллектор с изменяемой геометрией. Но, скорее всего, на автомобиле, который вы будете смотреть, рассматривать для покупки, этот коллектор уже был поменен по гарантии дилерам. Соответственно, туда вам смотреть не придется. При осмотре автомобиля с бензиновым двигателем обратите внимание на то, чтобы у вас не текли на моторе прокладки клапанных крышек. Обратите внимание также на сухость прокладки ГБЦ по стыку головок блока и самого блока цилиндров. Ну и, по большому счету, на отсутствие каких-либо посторонних шумов. Также стоит добавить, что, как и Outlander Mitsubishi Pajero Sport с бензиновым мотором, крайне чувствителен к качеству топлива. Соответственно, проблемы с кислородными датчиками нередки при смотре, при диагностике машины. Убедитесь, что с компонентами система ответственная за экологию. На вашем экземпляре все в порядке. Теперь о дизельных двигателях, которые устанавливались под капот Pajero Sport 2-й генерации. С 2008 по 2010 год здесь под капотом стоял дизельный двигатель объемом 3,2 литра, мощностью 160 лошадиных сил. 4М41, это его заводская маркировка. Данный двигатель был примечателен тем, что в приводе ГРМ у него использовалась цепь. И цепь, как показала практика, способна выходить свыше 200 тысяч километров. То есть на пробеге 200 вскрывали двигатель. В принципе, цепь еще не демонстрировала признаков какого-то серьезного растяжения. Мотор достаточно ресурсный, надежный. Турбина на 4М41 не имела еще вставшей впоследствии трендовой среди автопроизводителей изменяемой геометрии. Соответственно, турбина достаточно простая. Были случаи, когда турбина начинала подкидывать масло во впуск уже с 80, со 100 тысяч километров пробега. Но, как правило, на дизельных агрегатах Mitsubishi турбина так или иначе способна выходить. Ну, достаточно ограниченный срок службы, тысяч до 150. Потом, в любом случае, вам потребуется ее обслужить, либо заменить. Поэтому в этом ничего особо страшного нет. Надо сказать, что на вторичном рынке автомобилей с дизелем объемом 3,2 литра достаточно немного. По соотношению, конечно, с двухсполовинчатым, более современным мотором. Дизельный двигатель объемом 3,2 литра в целом весьма надежный агрегат, способный выходить свыше 300 тысяч километров при должном обслуживании. Пожалуй, единственная претензия к данному мотору, это, опять же, неповальный, не всегда встречающийся выход из строя шкива коленвала. Но данная особенность, она присутствует на двигателях, в целом достаточно удачных, не только у производителя Mitsubishi. Поэтому, как бы, поглядывать надо, но пугаться совершенно не стоит. Теперь переходим непосредственно к нашему автомобилю. С 2010 года под капот Mitsubishi Pajero Sport второй генерации начали устанавливать модернизированный вариант двигателя 4D56. 4D56 это также рядная четверка, здесь уже применена турбина с изменяемой геометрией. Ресурс турбины также не очень высок, где-то к 80-100 тысячам уже может появляться масло во впускном коллекторе, она может начать его подкидывать, но, соответственно, люди, как правило, ездят тысяч до 150, когда турбину приходится обслуживать, либо ремонтировать и продолжать эксплуатацию дальше. Чем примечателен 4D56, так это тем, как у него выполнен механизм газораспределения. Здесь используется ремень, но помимо, собственно говоря, основного ремня ГРМ, здесь также еще присутствует ремень балансирных валов. Так вот, ресурс ремня на данном моторе по регламенту производителя вроде бы как 90 тысяч километров. Однако, если мы откроем с вами руководство по эксплуатации Mitsubishi L200, то там будет ссылка, которой, кстати, нет руководства по эксплуатации Pajero Sport, говорящий о том, что в тяжелых условиях эксплуатации допустимый ресурс использования ремня ГРМ должен быть сокращен до 60-70 тысяч. И если вы откроете интернет и забьете туда запрос «Обрыв ремня балансирных валов 4D56», то вы почитаете достаточно много интересной информации о том, каким последствиям приводит, собственно, недогляд за ремешками на данном моторе. Если вкратце, то обрыв ремня балансира, который располагается за основным ремнем ГРМ, приведет к попаданию остатков этого ремня под основной ремень ГРМ, и его, скорее всего, у вас оборвет. А без движения на автомобиле, который используется как экспедиционник, никому, конечно, не хочется. Поэтому контролируйте состояние ремней. Плюс к тому, если основной ремень ГРМ на 4D56 имеет гидронатяжитель, то вот за натяжением, собственно говоря, ремня балансира надо, конечно, следить внимательно, поглядывать хотя бы время от времени. И встречалась такая информация, что данный ремень необходимо после того, как вы поставили новый комплект, поменяли оба ремня, вот ремень балансирных валов необходимо подтягивать через 30 тысяч примерно после того, как вы его поменяли. Тогда совершенно спокойно ремни будут служить по 80 тысяч километров, и проблем с ними у вас уже не будет. Также в интернете можно найти информацию о том, как при помощи непредусмотренных изначально конструкций доработок люди могут обезопасить себя от обрыва этого самого ремня балансирных валов. То есть все элементарно туда ставится под крышку, основную крышку ГРМ ставится металлическая защита, шторка, которая даже в случае обрыва ремня балансира не даст ему попасть под ремень ГРМ. То есть он останется внутри этой самой шторки. Кому интересно, можете также забить запрос в гугле и ознакомиться. По отзывам владельцев Mitsubishi Pajero с таким мотором, вещь это не бесполезная. Теперь, что касается осмотра двигателя на предмет подтеков. В данном случае сальники на лобовине двигателя держатся молодцами. В принципе, они способны пережить как минимум одну регламентную замену ремней. Чего нельзя сказать о коренном сальнике. Вот задний сальник коленчатого вала на 4D56 имеет свойство достаточно часто подтекать. На новых машинах течь коренного встречалась уже начиная с пробега 60 тысяч километров. Завершая монолог о двигателе 4D56, следует также отметить следующее. Несмотря на то, что двигатель дизельный, однако случаи, когда людям удавалось его перегреть, они достаточно нередкие. Достаточно просто забить на состояние радиаторов, основных радиаторов охлаждения, и после этого встать куда-нибудь в пробку. Несмотря на то, что на данных автомобилях предусмотрено аварийное отключение, например, компрессора кондиционера, при достижении определенной температуры, вернее, при превышении определенной температуры на двигателе, это не всегда спасает. Самое неприятное последствие перегрева для данного дизеля это пробой прокладки головки блока цилиндров. Соответственно, при осмотре автомобиля все-таки сухость мотора это не абсолютная гарантия, но хотя бы предпосылка к тому, что в дальнейшем вы будете эксплуатировать его без проблем. Что касается расхода топлива на дизельных двигателях, в частности, на 4D56, он достаточно скромный. На механике такой автомобиль может довольствоваться 10-12 литрами солярки в городском цикле. На автомате чуть побольше, но также не слишком за пределы этих значений. До бензиновых 18-20 этим показателям, конечно, еще далеко. Также, если вы определились для себя, что вам нужен именно автомобиль с дизельным двигателем, обязательно уточните при покупке у предыдущего владельца, сталкивался ли он с профилактикой либо ремонтом топливной системы на данном моторе, обслуживал ли и как давно он это делал. Поскольку, если вам повезет в кавычках приобрести себе автомобиль с топливной системой, которая требует ремонта, ремонт этот будет достаточно накладным, сопоставимым по стоимости с контрактным двигателем для какого-нибудь, скажем, бензинового автомобиля, причем далеко не самого бюджетного. Теперь, перед тем, как мы с вами перейдем к осмотру автомобиля на подъемнике, стоит сказать пару слов о коробках передач. Pajero Sport 2-й генерации мог оснащаться либо механикой, либо двумя вариантами автоматических коробок. К механике претензий минимум, агрегатируется она только с дизелем. Ресурс корзины диска сцепления, всего узла сцепления при спокойной езде порядка 100-120 тысяч километров пробега. Если вы любите притапливать или используете машину на бездорожье, то ресурс сцепления можно сократить в принципе до 60-80 тысяч километров пробега. Но сама коробка как таковая вопросов не вызывает. Были единичные случаи выхода из строя синхронизаторов, но в принципе любую механику при должном умении в кавычках можно уничтожить достаточно быстро. Что касается автоматических коробок с мотором 3.2 дизель 4М41 на данный автомобиль устанавливался четырехступенчатый автомат, к нему вопросов вообще нет. На двигателе 6Б31 бензин 3 литра и на 4Д56 ставилась пятиступенчатая автоматическая коробка передач. С бензиновыми машинами как таковых проблем с коробкой нет, но ввиду разницы блоков управления коробкой и несколько иной прошивки на ранних автомобилях владельцы дизельных версий сталкивались с некорректной работой АКПП именно по причине программного обеспечения. То есть официальный дилер заливали новую прошивку и таким образом работа коробки передач приходила в норму. Однако при выборе Pajero Sport с автоматической коробкой передач следует учитывать еще один момент. На российский рынок компания Mitsubishi поставляла автомобили не оборудованные дополнительным радиатором охлаждения коробки. Место под него есть, это штатное крепление, то есть можно поставить либо штатный радиатор, либо можно поставить уже какой-либо тюнинговый вариант, что будет, конечно, лучше. Соответственно, без этого радиатора, если вы просто ездите спокойно, размеренно по городу, скорее всего, вы ничего не почувствуете, но если вы часто ездите по трассе на большой скорости, либо вы используете автомобиль по назначению, то есть на оффроуде, достаточно скоро, скорее всего, вы встретитесь с ошибкой, когда коробка выпадет в аварийный режим по перегреву. Температура может достигать, даже просто при обычной городской езде, порядка 100 градусов. Нагрев жидкости достаточно много. Установка дополнительного радиатора, в общем-то, эту проблему решает. Поэтому, если вы смотрите машину, где до похлаждения на коробку уже установлено, ну, тем лучше. Не придется с этим заморачиваться вам. В том, что касается самой начинки автоматических коробок на Pajero, то есть фрикционных накладок, а также, скажем, гидротрансформатора, вопросов к этим компонентам не возникает. Однако, в интернете можно найти достаточно немало отзывов о тех случаях, когда у людей коробка падала в аварию, оставалась на второй передаче. Связано это было с отказом каких-либо датчиков, например, датчика скорости на коробке. Соответственно, либо сами датчики, либо разъемы. Эти вещи могут страдать от влаги при интенсивной эксплуатации на бездорожье, но в устранении это достаточно бюджетно. Не так уж и сложно делается. Итак, что касается подвески Mitsubishi Pajero Sport второй генерации, автомобиль построен на базе пикапа L200. Соответственно, различие в том, что заднюю подвеску с рессор переделали на пружинную, тормоза в круг стали дисковыми. Кстати, забегая вперед, скажем, что к тормозам на Pajero Sport претензий минимум. Единственный момент, могут иногда требовать внимания к себе задние суппорта, но все сводится к банальной сборке-разборке, чистке. И, соответственно, можно сказать, требуют они только профилактики. Что касается ходовой части, то на Pajero Sport второй генерации ходовка очень-очень крепкая. Какие-либо первые вопросы начинают появляться в районе 150 тысяч километров. Это именно столько способны выходить. А рычаги, сайлент-блоки, конечно, все зависит от режима эксплуатации. То есть, если вы эксплуатируете этот автомобиль преимущественно в городе на ровном асфальте, то подвеска будет иметь ресурс очень-очень большой. Если вы, соответственно, постоянно гоняете по грунтовкам, по гравийкам, используете автомобиль на бездорожье, ну, тогда ресурс его ходовой сократится до ресурса ходовой части обычного легкового автомобиля, условно говоря, нормального легкового автомобиля, который в условиях эксплуатации Pajero Sport просто бы уже давным-давно рассыпался. Что касается слабого места ходовой части Pajero Sport 2-й генерации, то это, безусловно, рулевая рейка. К рейке появлялись вопросы на пробегах уже от 40 тысяч километров. Соответственно, она может заявить о себе характерным постукиванием. Хотя течи из нашей практики встречаются достаточно нечасто. Но вот постукивает рейка действительно на большинстве пробеговых Pajero Sport 2. Рейка ремонтопригодна, но если у вас по ходовой части нет люфтов ни на рейке, ни на рулевых наконечниках, у вас все в порядке с рулевыми тягами, а стук на руле все равно вы ощущаете, обратите ваше внимание на состояние крестовин рулевого вала. Скорее всего, дело будет именно в них. Они выходили из строя, бывало, даже раньше рейки. При пробеге порядка 20 тысяч километров уже начиналось постукивание. Соответственно, кто-то с этим стуком мирится, кто-то пытается эту проблему каким-либо образом решать. Однозначным сигналом к тому, что пора уже поменять эти самые крестовины, может служить неравномерное усилие на руле, когда вы вращаете руль, а его подкусывает, он начинает крутиться рывками. Вот это уже сигнал о том, что тянуть нельзя, и действительно с рулевым валом надо разобраться как можно быстрее. Потому что единичные случаи, но встречались, когда рулевой вал просто клинил до полной невозможности поворота. Что касается задней подвески Pajero Sport, в отличие от пикапа L200, здесь она выполнена пружинной. Вопросов по ресурсу пружин и амортизаторов как таковых нет. Как уже упоминалось в начале, внимание к себе могут потребовать лишь задние тормозные суппорта, по большому счету. А также при осмотре автомобиля советую проверить на работоспособность механизм подъема и опускания запасного колеса. Как бы это странно ни звучало, но периодически его может прихватывать в нижнем положении. То есть опустить запаску вы сможете, а вот поднять обратно уже нет. И вот этот момент, хоть он и не является жизненно важным, скажем так, для эксплуатации автомобиля, но проверить, конечно, стоит. Также, поскольку автомобиль у нас полноприводный, здесь мы имеем большое количество карданных соединений по низу, и вот эти карданные соединения нужно не забывать своевременно обслуживать, то есть шприцевать, смазывать. Также, что касается системы полного привода Pajero Sport 2-й генерации, в отличие от первого поколения для европейского рынка, где использовалась система Easy Select с жестко подключаемым передним мостом, передним приводом. На Pajero Sport 2-й генерации применена та же система, что и на старшем брате Pajero 3.4 Super Select, то есть, который правильнее назвать отключаемым полным приводом. Соответственно, данный автомобиль вы можете использовать, как в режиме заднего привода, скажем, в летнее время на асфальте, вы можете ездить на нем по асфальту на любой скорости, без проблем с подключенным передним приводом, можете заблокировать межосевой дифференциал, и также здесь имеется пониженная передача, и все автомобили именно на российский рынок шли с блокировкой заднего дифференциала. То есть, действительно, набор внедорожных, скажем так, опций на данном автомобиле вполне достойный. Что касается надежности системы полного привода Mitsubishi Pajero Sport 2-й генерации, по механической части вопросов здесь нет. Как правило, львиная доля всех отказов системы связана с электрикой, а именно с обрывом каких-либо датчиков. Зачастую это как раз-таки датчики системы ABS, которая очень тесно интегрирована в работу всего Super Select. Итак, какие выводы можно подвести под все вышесказанное про Pajero Sport 2-й генерации? В целом, этот автомобиль достаточно надежный. И за свои деньги, в условиях того, что на рынке в данный момент уже практически не представлено полноценных рамных внедорожников, это на самом деле хороший выбор. Да, есть определенные моменты, на которые автомобиль в любом случае будет обращать ваше внимание, но моменты эти не критичны. Соответственно, люди достаточно много отзывов оставляют, если вы посмотрите опыт владельцев. Есть определенные вопросы, но никто эту машину не проклинает и не ругает сильно. Соответственно, ключевой вопрос при выборе Pajero Sport будет в следующем. Нужен ли лично вам такой автомобиль? С привычными легковушками эта машина имеет мало общего. Он все-таки полноценный внедорожник. То есть, очень длинный руль, валкая длинноходная подвеска. То, что надо для бездорожья, может быть не очень удобно для города. А его внедорожные возможности в городской эксплуатации будут избыточны. Поэтому, если вы планируете использовать эту машину по назначению, да, это то, что вам нужно. Если же машина, по большому счету, нужна вам для эксплуатации в городе, чтобы проехать по заснеженному двору, тогда лучше, конечно, посмотреть в сторону какого-либо кроссовера. Кроссоверов сейчас великое множество, и он в любом случае будет менее затратен по содержанию, чем полноценный рамный джип. Ну, вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие еще автомобили вы хотели бы видеть у нас. Всего вам доброго, хорошего дня, пока!